Культурную жизнь полуострова за прошлый год в Москве оценили положительно. О выводах итоговой коллегии Министерства культуры России Арина Новосельская рассказала Сергею Аксенову. На встрече говорили о мероприятиях, которые пройдут на полуострове в рамках Года российского кино, о реставрации некоторых объектов и о многом другом. Подробнее смотрите в нашем видеоматериале. На полуострове стартовал год российского кино. Министерство культуры уже готово проанонсировать самые громкие мероприятия. В частности, это международный кинофестиваль короткометражного кино «Крым. Территория мира». Еще один – Ялтинский Евразийский мост. Открытый фестиваль молодежного короткометражного кино «Крымская киномастерская». Фестиваль детского кино «Солнечный остров», который проходит под патронатом Дмитрия Харатьяна. Мы сегодня будем рассматривать на инвестсовете вновь создавшуюся киностудию «Крым кино». Пореченков презентовал свой фильм в рамках «Крымской весны». В общем-то, киношники поехали, снимают хорошие фильмы. Ялтинская киностудия оказывает очень много творческих услуг в этой части, поэтому работаем. И уже, слава богу, есть свет в музыкальном театре, налажены показы хорошего патриотического кино. Несмотря на то, что основная ответственность за качество и сроки выполнения работ по реставрации и реконструкции объектов культуры лежат на службе к обстроительству, Сергей Аксенов настаивает, чтобы профильное министерство усилило контроль над ними. «Чтобы вот такого цирка, как был в других субъектах, вот мы видели, как в Петербурге здесь проводили реставрационные работы и в других местах, то есть там видно, что памятник отличается от оригинала, ну просто земля и небо. То есть в данном случае, в результате реставрационных работ получается нечто новое. Шедевром назвать сложно, но просто клоунада. Вот такого цирка у нас быть не должно. Поэтому все должностные лица, так или иначе, несмотря на то, что не понимают строительство, но знают свой объект, должны смотреть, чтобы работы выполнялись в соответствии с планом, графиком, с эскизами и никаких отклонений не должно быть допущено». «Хорошо, Сергей Валерьевич, я еженедельно по вашему поручению буду вам докладывать. Мы собираемся раз в три дня с подрядчиками, с директорами наших подведомственных учреждений работы». В ходе встречи Ирина Новосельская отметила и активность крымских театров. За последние три месяца они дали 17 премьер. По мнению министра культуры, это говорит о щедрости финансирования сферы. В театре получили возможность сшить костюмы, делать хорошие фестивальные декорации. Артисты получают достойные зарплаты. Юлия Попович, Служба новостей и ТВ.